итак ребятки здравствуйте усаживайтесь поудобнее сейчас будет обзорчик такой тест можно сказать небольшой но как получится в общем как вмещусь или нет про новую nokia 8 новиночка осенние вот еще одна осенняя новиночка iphone 8 plus потом посравниваем все там детально очень много слухов как преувеличенных про iphone 8 plus так и отрицательных про фонус в общем эти все слухи проверим ребята что там является правдой что неправдой и т.д. и т.п. торопиться не стоит не стоит слушать всяких там дебильные дутые бренды типа компании deoxmark которая там называет каждую неделю новый флагман лучшая камера в мире то недели три назад она назвала что лучшая камера в мире в note 8 потом сама же сказала что iphone 8 plus лучшая камера тоже потом сказали что в пикселях лучшая камера я же говорю через неделю через две через три скажу что нет ребята мы все глубоко ошибались мы тут дебилы в doxmark лучшая компания в мире которые выпускают лучшие камера фону это компания lg с июлл g в 30 и вот вот в это вот я готов поверить то что лучшая камера в nokia 8 в айфоне 8 в самсунге 8 в note 8 там в пикселях это ребята в это я не готов поверить а вот то что в lg лучшая камера по фото именно по фото ребята говорю в это готов померить потому что но практически она так и есть вот уже 6 вышел весной его там час отпилили а доточили до такого понимаете в чем проблема lg lg не пол не платит этим говно обзорщиком продажным этим пидорам блогерам этим всем которые рекламируют samsung которые рекламируют apple фирма lg не платит и мы в этом ее основная проблема понимаете и вообще фирма лжи вкладывает не такие космосновные бабки как фирма samsung как фирма apple те вкладывают миллиарда и ул джи глупая стратегия развития они захватывают рынок делая дамкируя цену то бишь постоянно сбрасывая цену вышел lg g6 стоил 52 потом упал до 40 ну это вообще цирк какой-то я представляю людей которые там покупают телефоны раз в пять лет я допустим помимо покупаю каждый месяц для меня то что они дорожают дешевеет мне на это начать а вот только покупает человек раз пять лет но это конечно очень обидно это я понимаю купил там вложил там все бабки которые собирал несколько лет к примеру там а тут бабах короче lg g6 подешевел ну да такой косяк есть лучше пол джи конечно однозначно вкладывала денежку в рекламу и тогда бы про него все говорили что вы лучшая камера у lg блин а не у samsung или не у айфона или не там еще какого-нибудь телефона понимаете а так это компания дэксмарк пляшет по тех ложится по тех кто ей проплачивает вот и все так а теперь поговорим конкретно про nokia 8 сейчас будет у нас тест про звук понравился мне смартфон или нет но ребятки честно скажу понравился да 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 я думал что вообще будет полнейшая дичь аж гоню захотелось какой-то дичи такой что такое то что никогда не брал вот у мне в этом году я покупал раньше и потом их перестал покупать с выходом htc 9 htc 10 не покупал уже и в общем htc 11 в этом году мне понравился как бы да классный смартфон это можно сказать таких два бренда которым дали вторую жизнь компанию nokia выкупила компания global h&b global теперь nokia принадлежит полностью все права цены на какое-то время навсегда и вот полностью теперь компания htc принадлежит компании google слава богу ребята что вы купили эту и ту компанию теперь эти компании будут богатеть и nokia потому что наконец-таки начали делать нормальные продукты шикарная камера htc там куча фишек плюшек шикарный телефон nokia 8 но ребята вот у него как раз не такая шикарная камера как уж тисел по чесноку говорю да ребятки вообще о чем говорить когда ну сейчас он сыроват просто но он 1 сентября старты продаж были я его купил 28 или 29 сентября потому что искал синем цвете вот в синем темно-синем цвете нашел только в москве нигде нет ни в питере не в ростове сука не в самаре не в саратове нигде нету в темно-синем цвете вообще цирк какой-то блин в анабиоз падает на такое ощущение что наша промышленность по продаже смартфонов и техники блин все продают одни и те же цвета так сейчас ребятки вам покажу сейчас автояркость срабатывает видите все прекрасно работает тоже писали про нее что автояркость на нее вообще не работает да вот сейчас увидели прекрасно что работает в общем не надо множить слухи не про камеры смартфонов не продутые какие-то инфопорталы которые нам сут в уши из года в год я решу ребята чем говорить я же буду что вот это the oxamark два года назад она сказала что sony sony z5 осенью 2015 года лучшая камера когда на момент уже продавались и lg g4 и вышел тогда lg v10 там камеры были намного лучше чем sony z5 мы был samsung galaxy 6 и там еще еще что-то nexus был 5 и тогда не 5x или 5x уже вышел честно говоря что забыл да 5x уже вышел к не nexus 6p вышел конечно не все рвали вот так за уши в рот давали компании sony пососать потому что это брехня полнейшая что зоне z5 фоткал хорошо у меня пукан до сих пор прикипает потому что я попал на бабки тогда за 50 тысяч рублей пошел купил sony z5 он оказался таким говном проброс на меня был в шоке грелся как сучоныш блин японский блин трусливый и блин еще и как петушина какая-то фоткала nokia z5 ужасный был смартфон но вот все тогда компанию дексу марк приложили так ее матюками там по всему миру потому что она наврала всем в открытую сейчас она старается более заулированно врать но естественно эта компания зависит от своих баллов это же компания тошне один человек понимаете там же куча людей они все должны что-то жить естественно они выставляют рейтинги тех кто им заплатят то бишь ложатся по тех кто им заплатит то бишь эта компания по сути просто проститутская компания декс марк и как бы вообще не хочу про неё говорить чтобы не портит ни себе ни другим настроение потому что но мне часто приводят люди доводы то что говорят вот компания дексу марк поставила галочку там что лучше not 8 вот компания декс марк поставила что лучше iphone 8 плюс там вот компания декс марк поставила то-то 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 все-то ребят ну какая разница что она поставится на продажная шлюха эта компания чем говорить ладно давайте короче про звук поскакали было такое долгое прелюдия ну сейчас быстренько все наверстаем включая дополнительное освещение просто пояснил я свою позицию по отношению ко всяким продажным инфопорталом и кстати про то что камера в sony z5 было говорили блин все вообще вокруг даже с канала я сейчас его уже инфопортал не смотрю года два потому что там тоже брехни достаточно мобил телефон как как-то тогда они да 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 как то так или телефон мобайл короче не помню такой какой-то инфопортал есть в общем они там тоже говорили что пиздуны редкостные в sony работают и начисали всем что лучшая камера когда она такой не являлась илджи 4 клал на лопатке вообще блин илджи в 10 раздавлял как таракана sony z5 вот такая вот брехня постоянно понимаете раньше были желтые газеты называлась это газета кто в россии живет в украине в казахстане может у вас такие были называли спид инфо там еще всякие наживалась это желтая пресса в 90-х годах часто вся желтая пресса сейчас есть интернет стал желтой прессой поэтому не стоит верить там всему того что где-то напишут где-то вы услышите то прочитаете человек просто такое существо я просто увлекаюсь очень сильно психологию же 20 я понял давно сделал такую вот еще в молодости что человек такое существо что он информацию которую преподносит он сам или где-то он и прочитал и где-то узнал он ее ставит как бы вопреки той информации который ему преподносит другой человек вот в общем человек такое существо который считает что информацию он получил даже если лживую неправдивую то считают что у него прям первоисточник все а вся остальная информация это все брехня ну вот мы такие существа люди забавные поэтому я же говорю тут говори не говори люди все равно будут продолжать верить во всякие сказки во всякие бредни так ребятка вот наушники nokia которые шли вместе с nokia 8 и nokia 8 меня по звуку удивил я ждал наушники классные металлические это гарнитура можно говорить по ними вход 4 пиновый позолоченный и везде металл здесь выводы аудио выводы тоже ну не знаю ребят ну так очень неплохо играть вот сейчас мы эти наушники сравним с наушниками такими как инк пинг и такими как xiaomi гибрид про трехдрайверный забыл вот эти лица вот это пипец чувак упал блин но он разбернусь офигеть башка отлетела у кратуса потом поставлю это на полочке их куча стоит там пыль протирал поставил не уверенно так ну короче в общем не знаю сколько скольки они драйверные там двух или трехдрайверные не нашел информацию по них еще не пришли вот такие наушнички беспроводные ну как бы они проводные bluetooth гарнитура вот они вот так выглядят от фирмы какой-то кюси ай кюси ай называется фирма вот модель можете посмотреть поставить на паузу как модель называется кюси ай q19 тоже неплохо играют за свою цену с китая их заказал за 800 или за 900 рублей у нас уже в москве они стоят две пятьсот три двести просто охереть какая накрутка ребят ну в три раза ну куда вы барыги такую цену гнете вообще-то мы поохеревали вообще ну наушники за 800 рублей 900 шикарно звучат ребят но не дороже не за три тысячи ни в коем случае эти тоже проваривают по басло с новым ценам перепродают я купил за тысячу стоп акций в китае так они в китайских магазинах стоит алиэкспресс там тени дел точка ком мини-инзебокс точка ком я там основном тариус потому что там бывают офигительные акции никогда там ничего не пока не кидали никакого говна не присылали а то бывает покупаешь приходит коробка вся помятая убитая разбитая и т.д. и т.п. в общем там эти наушники стоят 1800 купила их за 1100 у нас в россии продают до 4000 рублей я уже видел в москве вообще просто цены охеревшие рассчитано на таких блин походу дебилов которые не умеют заказывать с интернета я не знаю на кого вот это перепродакшн рассчитано все но купить их за тысячу рублей за 4000 рублей вы понимаете четыре раза дороже их больше их не стоит покупать та же сама петрушка с in pink только in pink продаются намного меньше чем сяоми гибрид про все ребятки давайте слухаем было много болтологии ну как понимаете у меня когда прикипит хочется поделиться с вами новостями так давайте сейчас я вам включу понятно что как бы насколько это все невежественно давать послушать музыку вам через наушники чтобы поняли насколько хорошо играют те или иные наушники но также понимаете там я смотрю там ой ёпрст а здесь вход сверху я смотрю чувачка там короче англоязычного на английском языке обзоры и русскоязычного одного чувачка про звук в наушниках про наушники там про музыку вот про инструменты всякие инструментальные бывает смотрю и там люди вообще не дают ничего послушать как бы просто говорят свое ощущение все но ребята ощущение от звука всех же разное уши у всех разные по частотам по восприятию кто-то слышит одни лучше часов и кто-то другие поэтому это все субъектив щена через проигрыватель poweramp мы сейчас включаем ппк композицию перезаливку 2006 года потому что она была 2001 года композиции вот максимальная громкость принципе такая достаточно очень громко звучат наушнички от nokia в продаже я их пока не нашел наушнички от samsung а нашел уже от самсунга с 8 плюс моего стоят они если не рс тешные они стоят 3000 рублей там 3 300 если рс тешные стоят 6 6 200 6 600 7 200 просто охеревшая цена за говно наушники акг которые идут самсунгом not 8 самсунгом и с 8 из 8 плюсом они не звучат так как звучат даже вот эти но киевские наушники я не знаю что вообще 10000 вот эти наушники не знаю честно может тысячу стоит просто звучат лучше так сейчас послушаем да что там говорит про эти наушники неизвестны металлические от фирмы nokia когда вот эти блин известный сяон гибрид про конечно звучат получше чем акг которые идут с сасунгом not 8 без 8 так вставляются они плотно можно сказать у них такая присутствует пассивная шумоизоляция очень хорошо заходит в ушной канал слушаем звук хороший сбалансированный сейчас сделал не на максимум себя уже практически не слышу nokia их раскачивает шикарно на максималке призывающих присутствует объемный звук немножко задраны высокие частоты низкие частоты тоже присутствуют ну короче получается немножко задраны высокие частоты немножко опущенные низкие частоты создавайте послушаем композицию с вокалом он про спорт песня вокал звучит хорошо ребята но как-то знаете не знаю прям по вокалу не впечатлили вот по инструмента они больше наверно подходят для инструментальной музыки и такое усредненное звучание сейчас послушаем сразу чисто чистые наушники светлые они на вокал поставлены тоже на инструменталку это xiaomi гибрид про может они будут звучать лучше так послушаем не знаю к сожалению не нашел никакой информации про наушники nokia перелазил на китайских сайтах смотрел там и на английских сайтах и на русских сайтах нигде нет никакой информации nokia какая-то зашифрованная компания стала так повышаем громкость потом дам вам послушать сейчас сам послушать ну так ребята те наушники по крайней мере с nokia звучат намного громче чем xiaomi гибрид про вокал здесь нормально звучит но даже там был повыразительный а вот теперь послушаем такую типа house music так он услышать его вот шикарно звучит вот именно эта композиция вокальная составляющая предыдущая композиции не раскрылась вот здесь обалденно звучит и на такой объемный звук напористый потрясающе звучат xiaomi гибрид про с nokia 8 ребята обалденный звук так сейчас вам там послушать просто максимальную громко сделаю может они по максималке звучат не так громко как nokia но звучат именно с этим треком по пока перезагрузка звучат получше чем но киевский так делаем потише сейчас послушаем инк пинг ребят почему эти наушники все я буду показывать в тестах потому что эти наушники общедоступны их можете позволить купить каждый практически они стоят если по акции повезет по 1000 рублей купите их если дороже конечно ребят ну в зависимости сколько там полторы там ну до 2000 целесообразно покупать дороже ребятки не стоит покупать потому что своих денежек они не стоят за 4000 там покупать какие-нибудь наушники из этих никакие не стоит там за 3 200 это очень очень сильно обогатите какого-то дядю в общем не стоит никого обогащать стоит своей головой соображать самому делать покупки за рубежа это все очень-очень легко вообще-то ну не знаю прям может сниму про это как покупать все какие сайты у меня вбиты в каких я захожу доверяю какими доверяю с какими были косяки инк пинг nokia раскачала он называется эта модель называется им пинка 60 очень неплохие наушники темные басистые такие прям мух вот они мне сейчас так что-то часам подходят сейчас вот видите по поводу того опять по поводу пиздунов тех кто нам говорят что часы всегда работают шикарно эльдар муртазин говорил игнатьев говорил что они когда поворачиваешь ну это блин не знал к тебе на рекламщики конечно ну звучит неплохо звучат неплохо общем ребята все девушки хороши выбирайте для души нельзя всем подряд верить его все подряд как и обзорщикам что там если я там критикую кого-то что можно подумать что я говорю всегда правду что ли да ребят на чем вы говорите я жду я еще более пиздунят и пиздун чем все остальные выше мной перечислены так сейчас втыкаю наушники слушайте ну в принципе звук так неплохой ну как-то а его тут уже короче бьет по ушам я себя общение слышу чтобы вообще не слышу просто очень сильно конечно здесь низкие частоты доминируют давайте послушаем вокальную теперь слушать а вот здесь а вот эта композиция по вокалу звучит лучше чем сяоми гибрид про в общем капризные получаются наушники что сяоми что эти но их на максималке слушать невозможно они громче всех для глуховатых людей имеет только это слушайте ребята вообще не могу себя слушать то что я вообще не слышу что говорю что такое ощущение неприятное сейчас включена максимум послушайте какой-то как маленький магнитофон сюда лучше засунули наушники раскачиваются эти nokia 8 просто на ура был удивлен что такая сильная составляющая в nokia 8 честно ожидал по звуку намного чего-то хуже от nokia но это уже не буду слушать еще раз от nokia послушаю эти наушники совсем светлые звук хороший такой плотный но нет такого объема нет басов низких частот не хватает очень сильно беспроводной гарнитурки сейчас еще мне идут кучу наушников я заказал еще 7 пар наушников разных потом в дальнейшем потестируем пока буду тестировать это все с этими наушниками да с него материал я ребятки где-то до до нового года в общем буду снимать материал ребятки а потом лишь грунт буду отдыхать от канала не знаю вернусь не вернусь может создам другой канал у меня уже куча идей какие другие каналы создать но только не про смартфоны ребята я жгу мне это уже затрахала канитель потому что говоришь что к правду люди тебе еще не верят получается какая-то неблагодарная бесплатная работа в которую я миллионы каждый год вкладываю реально содержание канала про смартфоны ребята вот маленькому частному лицу как мне обходится 800 900 миллион в год вот про все что я покупаю вы можете сами почитать посмотреть за видео снятый материал вот за четыре года четыре миллиона я потратил на канал скоро будет юбилей канала моего будет 18 октября будет ему ровно четыре года по громкости нам послушать но тоже раскачивает офигительно ребятки раскачивает офигительно так теперь послушаем в наушниках в общем ребята вы фильтрую фильтруйте пока меня не будет на канале или вообще не знаю моего канала же не будет на ютюбе не знаю посмотрим я жду вы фильтруйте понимаете я вас ни на кого не кидаю но вы фильтруйте базар и понимаете что кто говорит правду кто врет кто нам сыт просто в уши блин какие инфопорталы все остальное так слушаем теперь наушники от nokia но у них ребята вот как-то не хватает все таки баса в них после инг пинг за вас не забасовывается за забиваются высокими частотами низких частот не хватает вот пока на них звучит шикарно в общем очень много зависит от композиции какие-то композиции у меня во флаке какие-то в mp3 сейчас послушаем дальше ну вот нашел во флаке шикарно раскачивает ребята в общем очень офигенно в общем очень много зависит еще от сейчас я наушники сниму от композиции от mp3 следующая делириум сейчас твою мать что то он так то он так даже в mp3 звук раскачивает вот эта вещь ребята найдите послушайте не поленитесь вообще колоссальная вещь под нее офигенно думается мыслиться делириум диджей теста ремикс ну вот где скачать можно собственно говоря вы видите на экранчике шикарный трек и кто знает вот такие треки наподобие вот этого делириума диджей теста пожалуйста посоветуйте мне мне очень вставила я случайно по радио услышал и прям влюбился в эту композицию ну не знаю шикарно в общем ребята полном паушником сейчас ребятки нужно камеру на зарядку поставить как всегда начинаешь снимать садится камера сейчас ребята секунду чипы дл бегут на помощь тяжесть GS в с в в Продолжение следует...